Продолжение следует... Сейчас мы будем приглашать его в эту комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Агнесы. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Агнесы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Очень приятное место. Приветствую вас. Вы можете звать меня Олегу. Олегу. Приветствуем вас, уважаемый Олегу. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной Агнесы. Она осталась чистая, Меркаба у нее работает. Мы, в принципе, очень приятно удивлены, что человек работает, и нам это очень приятно. Агнеса написала 10 вопросов своему куратору и хочет их задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, с удовольствием. Ищущая душа всегда получает ответы. Абсолютно верно. Первый вопрос. Откуда моя душа? Великолепный вопрос. Я благодарю тебя за это. Твоя душа с прекрасного созвездия Лебедь, чистого и легкого, как перышки Ангела. Мы приветствуем представителя созвездия Лебедь в нашей комнате диагностики. Нам очень приятно вас видеть. Благодарю вас за этот прием. С вашего позволения я перехожу ко второму вопросу. Какой уровень моего высшего Я? Высшее Я двигается от 10 к 11 уровню. Чистота твоего поведения, твоих действий, открытость, смелость, честность и преданность ведут твою душу в правильном направлении. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Третий вопрос. Ответ был дан. Безусловно. Я просто не знаю, когда вы закончите. Может, вы хотите добавить. Поэтому, если вы скажете, я закончил, я буду знать в следующий раз, чтобы вас не перебивать. Третий вопрос. Сколько лет моей душе? О, какой замечательный вопрос. Мне будет трудно на него ответить. Наверное, Выше Я. Дело в том, что течение времени идёт по-разному в разных точках существования. Земным языком я бы сказал, что твоей прекрасной душе около 12 тысяч лет. Но в галактическом понятии это будет совсем другое пространство времени. Так будет понятно? Безусловно. Я просто восхищён этим ответом. Мы знаем, что у нас идёт линеарное время и есть ещё цикличное время, которое, в общем-то, существует, я думаю, в других галактиках. Вы об этом сейчас говорили? Или речь идёт о летоисчислении? Нам немножко тяжело это понять. Если бы не могли бы Вы объяснить, что значит, что время течёт по-другому. Медленнее или быстрее? Или то, или другое? И не так, и не так. Понятие времени совсем другое. Пожалуйста. Оно глубже. Вы знаете только структурное время. То, что Вам дано. 24 часа, 365 дней в году, 60 секунд, 60 минут. В глобальном понятии времени не существует. Это настолько глубже, и Ты можешь находиться сразу на нескольких объектах. Но это нужно пережить, чтобы это понять. Поэтому для Вас это будет трудно. И мы не будем на этом сейчас зацикливаться. Продолжайте, пожалуйста. Я благодарю Вас, уважаемый Олег. Простите, пожалуйста, за этот вопрос. Идём дальше. Четвёртый вопрос. Сколько у меня было земных жизней, и какая была моя последняя? Последняя та, что ты проживаешь сейчас. Да, она имела в виду последняя перед этим. И здесь я представляю куратора от созвездия Лебедь, твоего куратора. У тебя были разные кураторы в разных жизнях. На Земле было девять воплощений. И я так понимаю, ты бы хотела узнать воплощение перед этим воплощением? Безусловно. Конечно, я посмотрю это для тебя. Я понимаю любопытство души, проживающей на Земле. Ваша память закрыта. В этом и есть смысл развиваться и начинать с чистого листа, прокладывая себе путь именно душой, отвечая добром на злость, игнорировать и не замечать зависть и негатив, отталкивать его своей светом, чистотой и добротой. А теперь перейдём к ответу. Итак, предыдущая жизнь на Земле, предыдущая воплощение. 1905 год. Рождение 1903 год. Секундочку. Восьмой. Три года жизни. Твое воплощение было совсем коротким. Тиф. Ты умерла от Тифа. Совсем ещё ребёнком. Маленькой девочкой. В какой стране это было? Российская империя. Твои родители были из благородной семьи. Уже к трём годам ты занималась музыкой и училась игре на пианино. Фортепиано. Красиво одетый, пухлый ребёнок. Семья очень переживала твоему уходу. Какой-то урок был пройден для целой семьи. А ты отделалась с лёгким испугом. Твоя жизнь прошла в любви. Ты получала много внимания и заботы от родителей. Что ещё вы бы хотели, чтобы я добавил по этой жизни? Уважаемый Олегу, здесь всё безусловно понятно. Три года жизни особо рассказывать нечего. Я понял так, что эта жизнь была важна в глобальном смысле, в том числе для её семьи, для того, чтобы и они что-то осознали. Могу только предполагать. Да, именно так. Был брат, старший брат и родители. Значит, что-то она изменила этим своим воплощением по-любому. Уважаемый Олег, у меня больше вопросов по этой жизни нет. Если вы хотели что-то добавить, пожалуйста. Если нет, я могу переходить к следующему вопросу. Мне нечего добавить, если только вас не интересует что-то. Продолжайте. Я вам зачитал вопрос. Она интересовалась только, какая была последняя жизнь. Вы об этом полностью всё осветили, поэтому вопросов нет. Я перехожу к пятому вопросу. Сколько кармических узлов я прошла и сколько ещё надо пройти? Мне понравилось, как ты сказал, осветили. Так и есть. Ты прошла три кармических узла. Впереди будут ещё два, если ты будешь дальше развиваться и делать выбор. Брать ответственность на себя и смело идти вперёд. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какая задача моей души в этой земной жизни? А задача любой души – развиваться. Конечно же, как куратор я не скажу, что нужно делать. Но я скажу самое главное. Всегда нужно слушать свою душу. Когда ты стоишь перед выбором, душа зовёт, она тянется к правильному выбору. Может быть, это будет непонятно мозгу. Может быть, это будет в ущерб физическому воплощению. Но душа всегда принимает правильный выбор и путь, который нужно пройти, чтобы получить определённый опыт и оставить после себя квантовый след. След, по которому ты сможешь помнить свои воплощения. След, который навсегда останется в хрониках Акаши – планеты Земля. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый Олегу. Я прямо уж визуализацию видел. Перехожу к следующему вопросу, с вашего разрешения. Седьмой вопрос. Какие мои таланты и как их развивать дальше? В первую очередь нужно понять свою целостность и внутреннюю свободу и уверенность. Это называется почувствовать свою душу. Талант – это когда ты живёшь в сознании со своей душой, в мире со своей душой. И кто бы что-то не говорил тебе со стороны, ты имеешь собственное мнение, потому что твоя душа чиста и твоя душа не согласна с тем, что происходит или с тем, что преподносится, с информацией, которая предоставляется. Для тебя задача научиться говорить «нет» и защищать свои границы. По поводу талантов у тебя их много. Но пока ты не целостна, пока ты не можешь защищать свою душу, все твои начинания будут бессмысленны, так как не будет уверенности и смелости в этом. Когда же ты живёшь в мире со своей душой, всё будет даваться и идти в руки. Правильные люди, информация, энергетический обмен в виде знакомств и материального вознаграждения. Без этого на планете Земля трудно на сегодняшний день. Я помню времена, когда слово и совесть начали больше на планете Земля. И это было не так давно. Сейчас затрудняются энергии, энергии смешиваются, и очень сложно удержать свои позиции, внутренние представления и знания, не смешав их с чужими представлениями и знаниями. Именно поэтому душа подсказывает. Душа ведёт. И если ты идёшь за душой, дороги открываются тебе. Я очень попрошу не путать это с эгоистичными желаниями. Не надо использовать душу в своих корыстных целях. Это я говорю в общем. Не путайте свои корыстные цели и эгоизм с развитием и знаниями души. Благодарю. То, что вы сказали по развитию души, это замечательные слова. Очень срезонировали у меня. Также я заметил, у вас очень глубокий опыт проживания на Земле. Я хочу отделить мои ответы. Может быть, я смешал всё в кучу. Я хочу распределить. На сегодняшний день материальный вопрос – это школа для души. Пройти этот путь и остаться чистым позволено, вернее, дано не каждой душе. Вопрос был про таланты. Но не затронув материальный момент, я не могу рассказать о всех талантах. Все таланты начинаются с глубины и чистоты души. И если ты правильно слушаешь душу, если ты стелен внутри, понимаешь своё «я», тогда ты притянешь к правильной энергии. Именно это я говорил. Правильных людей, правильную информацию. И, естественно, правильные материальные ценности. Те, которые ты будешь заниматься делом, то, которое тебе по душе и принесёт материальный благо для жизни на Земле. Именно это я имел в виду. Второе, что я сказал про эгоизм и корость – это то, что некоторые люди хитрят. Они думают, что они слушают свою душу и идут по зову души, делая свои эгоистичные действия. Но у них ничего не получается. И они удивляются, почему же так? Ведь я слушаю душу. Но они путают эгоизм и чистоту души. Как брать и отдавать – это две разные вещи. Такие люди в основном привыкли брать. Но они забывают, что чистотой души нужно делиться искренне и бескорыстно. И только после этого ты сможешь найти правильный путь. Правильная информация и понимание жизни придёт и откроется. До этих пор, пока ты не целостен и живёшь эгоистичными мыслями, будут ошибки на каждом шагу. Но это не касается моей подопечной. Это я расширил и обобщил. Вопрос про таланты начинается с чистоты и доверия самой себе, уверенности и смелости. Благодарю. Какой замечательный ответ я должен вам сказать, уважаемый Олег. И это очень важное дополнение, разъяснение, которое вы внесли. Со своей стороны, два слова могу только добавить на эти черты характера, которые вы перечислили на алшность, скорость и так далее. Приходят совсем другие, кого эта энергия интересует. Они называются интерференты. Они поглощают имена, они дают эти советы. Демонические эмиралы. Такой человек будет в постоянной борьбе. Так и есть. Благодарю вас. Заканчиваем с этим вопросом. Переходим к следующему. Вам этот вопрос понравится. Что мне надо делать, чтобы активировать мой внутренний стержень? Какой прекрасный вопрос. Но сначала я расскажу, как выглядит твой внутренний стержень. Чтобы тебе было понятней и приятней, а также удобней визуализировать и чувствовать эти энергии. Энергии созвездия лебедь имеют очень приятную хрустальную структуру. Это энергии, которые переливаются, как хрусталь, всеми цветами радуги. Именно так выглядит твой стержень. Также от него отходят искры и свет. Эти энергии легкие, как перо лебедя. И несут в себе чистоту и смелость, как я уже сказал выше. Сегодня я активирую в тебе эти энергии. Протяни свои руки и почувствуй, как с макушки головы вниз через твой позвоночник идут эти прекрасные хрустальные энергии, наполняя тебя. Они струятся прекрасной спиралью и проходят через каждый энергетический центр в твоем теле. Они легкие и приятные для твоего организма, для твоего цельного организма. Тонкие копии и физическое тело наполняются этой хрустальной энергией. Она находится в каждой твоей клеточке. Это энергии, которые защищают тебя, берегут, дают радость, силу и наполняют тебя знаниями. Готово. Твой стержень активирован. Благодарю вас. Девятый вопрос связан с восьмым вопросом. Как мне лучше сгармонизировать свои энергетические центры и чакры? Здесь без визуализации не обойтись. Энергетические центры нужно представлять. Точки, в которых они находятся, примерно известны всему человечеству. В основном их семь, но у кого-то их больше. Бывает так, что у кого-то их меньше. Это когда энергетический центр растается и сливается, например, оранжевый и желтый. И здесь уже невозможно понять. Такой энергетический центр считается за один. У него стерты границы, но энергии присутствуют обоих энергетических центров, обеих чакр. Так вот, вернемся к моему ответу. В основном это семь энергетических центров, которые ты должна представить. Открой картинку, посмотри, как это выглядит. Представь каждый энергетический центр в своем биороботе. Закрыв глаза, потрогай, где находится каждый энергетический центр. Прикоснись к себе, отдай каждому энергетическому центру его цвет. А теперь дай команду. Твои энергии и вибрации гармонизируются и синхронизируются. Попробуй представить, что происходит в этот момент с твоими цветами. Какую форму они принимают. У каждого гармонизация проходит по-разному. У кого-то коронная чакра обрамляет полностью все тела. Дальше идет энергия третьего глаза, синие энергии. И так они сохраняют твое физическое тело. Или же нижнюю чакру с красными энергиями. Это один из вариантов гармонизации. Другой вариант – это смешивание энергии. Когда энергии идут по какому-то определенному структурной схеме. Или какая-то форма. Например, форма восьмерки. Или бесконечности. Это зависит от твоего настроя. И это зависит от твоего физического тела. Попробуй сперва представить эти чакры. Попробуй дать им цвета, свизуализировать. И потом немного расширить их. Не пугайся, если энергии смешиваются. После команды гармонизации они установятся так, как им нужно. От этого будет зависеть твое эмоциональное состояние. Состояние радости и спокойствия придет к тебе, если ты правильно сгармонизируешь свои энергии. Благодарю. Благодарю вас. Этот инструмент, я думаю, Агнесе знаком. Мы ее заправляли энергией. После этого давали команду. Синхронизируется энергия и вибрация. Гармонизируется, распределяется. Наилучшим образом. Один, два, три. После этого происходит у нас синхронизация. Эти чакры становятся более гуще. Энергия растекается по чакрам. Вот так мы и работаем. Я благодарю вас, уважаемые. Прекрасная команда. Благодарю тебя за озвучивание этой команды. Благодарю вас. У кого-то энергии становятся гуще, а у кого-то они начинают вибрировать больше. Это немного разные наполнения и гармонизация. Я привел лишь два примера. Ты добавил третий. Это прекрасно. Чем больше примеров, тем шире диапазон и знания. Благодарю. Абсолютно верно. И я благодарю вас, уважаемый Олег. Перехожу к десятому последнему вопросу. Как научиться слышать и выходить на связь со своим куратором? Очень просто. Я нахожусь всегда на связи. Твои действия и твое развитие ведут к чистоте связи. Чем чище твоя душа, чем больше ты работаешь с энергиями и вибрациями, тем чище становится связь и тем понятнее мои ответы. Небольшие медитации с закрытыми глазами, работа с энергией, остановка мысли – это все начальные уровни развития, где ты можешь задавать короткий вопрос и получать короткий ответ от меня. Это будет более понятно после того, как ты научишься визуализировать и понимать свои энергии и вибрации, видеть эти вибрирующие слои. Визуализируя их, понимая себя, понимая свои энергии, работая с ними, дают более чистый диапазон связи. Именно такие ответы я даю. Душа сразу чувствует, душа сразу знает ответ. Вопрос еще не кончился, не закончился, а душа уже ответила «да» или «нет». Это телепатически, ты просто знаешь ответ. Сейчас же вокруг тебя много подсказок. Если ты успокоишься, соберешься и наоборот расслабишься внутри, расслабление – это чистота твоей души. Когда я сказал «соберешься», это защита вокруг тебя. Уверенности, знания, спокойствие внутри и защита снаружи дают тебе правильные ответы и ведут тебя правильным решением. Благодарю. Благодарю вас за этот очень развернутый ответ. Куратор Олегу, очень было приятно услышать эти вопросы. Остались заключительные слова. Агнесси, я очень благодарна и счастлива, что я могла связаться со своим куратором. И три восклицательных знака. Я благодарен за эту великолепную встречу. Я надеюсь, эта информация поможет моей подопечной. Безусловно, вы заложили очень серьезный фундамент, на котором можно строить дом. Вы не позволите вам задать один вопрос. Вы в своем ответе об одном указали, что вы жили во времена, когда еще слово имело значение, имел смысл. Вы не позволите полюбопытствовать, какие это времена были? Я сказал, что совесть и слово имело больше значения, чем материальные ценности, так как все жили одинаково, и сказанное слово имело сильные энергии. Люди брали ответственность и выполняли то, что обещали. Слова не бросались, не бросались на ветер. Это до сих пор существует. Но, как я сказал, пришло много отвлекающих энергий на Землю. И люди не в силах устоять. Не все в силах устоять. Поэтому души ломаются, придают душу. Вы сами знаете, сколько контрактов подписывается сейчас на Земле. О да, мы-то знаем точно. Но чистота души и совесть, они до сих пор существуют. Задача души — сохранить их, отталкиваться от них. Это базовая чистота и жизнь души. Жизнь души состоит из совести. Душа, делающая неправильный выбор, будет мучиться. Сработает триггер — совесть. Так и есть. Живите по совести. Это предложение не случайно появилось у нас. Выражение «жить по совести» — свет всегда пробивает любую тьму. И люди, которые сохранили в себе эту совесть, — это чистые люди. Но это требует, безусловно, на Земле в настоящих условиях больших усилий. Было бы желание все возможное достичь. Уважаемый куратор Олега, я благодарю вас. Я с вами с удовольствием еще и больше пообщался, потому что очень интересно. Но, к сожалению, наше время заканчивается. Вы ответили на эти вопросы. Позвольте вам сделать сюрприз. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Вы третий куратор, который к нам приходит в созвездие «Лебедь». То есть эту традицию уже на созвездии «Лебедь» знает. Итак, Верочка, появляется в твоих руках большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Олега, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы, своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Какой великолепный земной подарок. Благодарим. От него идут энергии Земли, запах и тепло. Благодарю вас за это великолепие. Со своей стороны, передавайте, пожалуйста, нашей стороны, передавайте, пожалуйста, привет созвездию «Лебедь». Мы будем очень рады, если кураторы, другие кураторы, достучатся до своих подопечных, как вы это сделали. Со своей стороны, мы готовы убрать преграды, которые стоят у них на пути открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут уже сами. Благодарю вас за это пожелание. Я непременно буду иметь это в виду. Благодарим вас, куратор Олега. Мы не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе ваша подопечная захочет пообщаться со своим высшим «Я». И в этом случае мы всегда приглашаем куратора и вместе с ним поднимаемся на этот уровень. Так что, возможно, мы еще с вами увидимся. Доброго бытия вам на планете Земля. Благодарим. И вам всего наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Агнесса, мы закончили встречу с вашим куратором. Очень интересную встречу. Вы получили ответы на все свои вопросы. Какой великолепный куратор. Столько много информации. О да. У меня работы на долгое время. Отлично. И приятной вам работы в этом направлении. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агнессы в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она сейчас гармонизирована энергиями. И в этих энергиях также есть хрустальные энергии и ее личные. Меркаба стоит готова. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем.